Приветствую вас! Меня зовут Бахаев Руслан, и я специалист по качеству применения средств защиты растений в компании Сингента. Сегодня мы с вами более подробно поговорим об износе распылителей, по каким критериям их оценивать, как их чистить и когда их нужно менять, потому что распылители являются важным компонентом в системе опрыскивателя. Основными критериями оценки износа распылителей являются Первое. Это визуальный осмотр. Проверка на наличие видимых повреждений, деформаций или засорений. Осмотр работы факела распыла. Стоит смотреть, чтобы визуально был однородный размер капель, не было струй и скривлений факела. Второе. Измерение расхода жидкости. Сравнение фактического расхода с табличными заводскими значениями. Допустимое отклонение обычно не более 10%. То есть, чем сильнее расточено отверстие, тем крупнее будет капля при заданной норме расхода рабочей жидкости, так как система регулирования сбросит давление в системе, чтобы сохранить расход. Третье. Равномерность однородного распыла. Использование водочувствительной бумаги или специальных красителей, в том числе флуоресцентных. И четвертое. Рабочее давление. Контроль рабочего давления и его соответствие рекомендациям производителя. Какие же основные причины износа и механических поломок распылителей? Первое. Это неверно подобранные рабочие параметры. Работа выше оптимального диапазона давления приведет к быстрому износу форсунок. Инжекторные распылители за счет отверстия дозатора имеют меньшую нагрузку на выходном отверстии, чем щелевые форсунки. Второе. Высокая скорость во время работы. Так, на неровных полях механизатор может зацепить краем штанги об почву, тем самым сломать корпуса распылителей. Так, на многих агрегатах мы увидим сломанные форсунки на краях штанги. Второе. Это человеческий фактор. Механизатор может взять проволоку и прочистить ей распылитель. После этой процедуры форсунки придут в негодность. Третье. Это засорение налетом. Происходит в том случае, если опрыскиватель не моют в течение сезона. И четвертое. Это растачивание абразивными растворами. Происходит из-за плохого качества воды или использования микроудобрений. Чтобы избежать первые три причины быстрого износа, нам следует подобрать правильный тип и размер распылителей. Если уже форсунки установлены на штанги, то под нужный вылив нужно правильно подобрать скорость и давление. Для каждой форсунки есть свой информационный листок, где в нем прописаны основные ее рабочие параметры. Как же правильно чистить распылители от загрязнений? Первый этап – подготовка. Обязательно наденьте резиновые перчатки, снимите с опрыскивателя распылители и поместите в большое пластиковое ведро. Также вместе с распылителями поместите туда байонетные головки, индивидуальные фильтры и резиновые уплотнители. Второй этап – предварительное замачивание. Залейте тару специально подготовленной теплой водой. И после замачивания аккуратно слейте в воду из-за возможных остатков пестицидов в воде. Следующий этап – это основная чистка. Залейте в ведро чистую воду и поместите туда форсунки. После чего с помощью зубной щетки или специальной щетки тщательно прочистите байонетные головки, индивидуальные фильтры и форсунки, а также резиновые уплотнители. Финальная промывка и сборка заключается в том, чтобы в эту тару залить чистую воду, тщательно прополоскать, слить воду и собрать распылители. Также прочистку можно проводить при помощи сжатого воздуха, например, компрессором трактора или специальным портативным баллончиком. Распылители являются важными расходниками в системе опрыскивателя и подлежат периодической замене. Невозможно назвать их точный срок службы, так как этот показатель изменчивый и непостоянный. Он зависит от условий эксплуатации, агрессивности и количества абразивных частиц в используемом рабочем растворе. По данным компании Лехлер, износостойкость распылителей из керамики может быть до 4 раз выше по сравнению с распылителями из полимера. Исследования компании Хайпро показали, что 10% порог износа распылителей из полимера при давлении 2,7 бар был достигнут на отметке в 16 тысяч гектар. Правильная оценка, своевременная прочистка и замена распылителей позволят добиться высокой эффективности внесения препаратов. Спасибо за внимание!